Я был уверен, что мы выиграем после забитого гола, потому что я видел, как ребята настроены и как они отдаются. Тем более, что защитники у нас отличные. Я был уверен, что мы выиграем сегодня. Позади уже и яркие игры с цервенной звездой и выигрыш гостевой в «Динамо» с последующей встречи в аэропорту. Отчетный период нынешней передачи начнем с игры с «Арсеналом», которую выиграли. Опять-таки, как же все-таки непривычно и сладко это говорить на классе. Почему на классе, да просто соглашусь с Евгением, была уверенность, что победим. Победим, затратив ровно столько сил, сколько необходим в данной ситуации. И выплеснув столько энергии, опять-таки, сколько необходимо. А это разве не класс или вот нежелание рассуждать и плакаться на тяжелый график? А если и говорит кто-то об этом, то стараться к этому не прислушиваться. Это ли не признак взросления? Да я спокойно отношусь, во-первых, вообще ко всему, что люди говорят. Потому что мы живем в футбольной среде, а что с тобой представляют? Мы должны показывать на поле, кто-то это анализирует, обсуждает, дает советы. Это жизнь. Это всем нужно. Поэтому я к этому абсолютно спокойно отношусь. И такая какая-то информация, ну мало интересная, то я ее и не знаю. Если что-то уже такое более конкретное, то мне ее, ну скажем так, предлагают почитать. И я к ней, ну, смотрю и знаю, что это такое. А все остальное я это выкидываю из головы. Потому что людям надо что-то говорить, надо что-то считать, высчитывать. Я сегодня узнал, что мы, ну не мы, а Черноморец 6 лет или что не выигрывал в финале. Я сам в шоке был. Я думаю, где такая статистика и вообще, ну мне она неинтересна, но так почему-то так, где-то она, вот кто-то это считает. И возвращаясь к взрослению, уметь не впасть в эйфорию от собственных успехов, это ведь дорогого стоит. Слушайте слова Григорьчука. Мы к этому готовились. Значит, знали, что успехи эти самые придут. У нас как раз по этому поводу был разговор. Знаете, я в этом, ну, не буду говорить, что там опыт какой-то там сильный, но я над этим очень много работал и долгое время. Потому что я сталкивался именно с такими вещами, когда футболисты где-то выплескивают эмоции, потом мотивация не та, они выглядят по-другому. Я над этими вещами думал, чтобы я понял, как вот это должно все быть. И сейчас я считаю, что я об этом много знаю. Не говорю, что все, но, наверное, много. И дальше продолжаю учиться. И эти все ситуации, о которых вы сказали, мы так себя ведем, мы строим свою работу, что мы их предвидим. Понимаете? Мы заблаговременно вот это все уже проговариваем, моделируем эти ситуации, чтобы нас ничего не застало врасплох. Потому я, на мой взгляд, мы пока справляемся очень солидно. После игры два вопроса были для меня приоритетными в общении с нашим главным. Первый – Лео Матес заявки и пустеющий лазарет. Не повод ли для сдержанной радости? Ну, любого тренера радует. Если все футболисты здоровы, все играют, и все в порядке, и все в форме, и что тут говорить. Так что, конечно, мы где-то сегодня рассчитывали уже Де Матеса подпустить, выпустить там, но еще так как-то игра складывалась, что ну и не смогли. Кстати, продолжая тему, Лео, он мог сыграть еще на день раньше в игре молодежного состава против Арсенала, но не сыграл, по причине, о которой мы расскажем позже. Да, мы планировали, чтобы он сыграл 30 минут или 45 минут, чтобы уже, потому что на тренировках он уже, ну, живет. И нам бы было хорошо его увидеть на поле, но так сложилось. Теперь ждем возвращения БК, да? Конечно, я думаю, что где-то через неделю он должен начинать уже. А вот и второй вопрос. Доверить пост номер один Евгению Пасту. Оправдала ли себя эта идея? Женя Паст сегодня вышел после большого, скажем, перерыва и, в принципе, да, отыграл. На ноль. И отыграл, во-первых, на ноль, и отыграл достаточно уверенно, да? Да, да, в какие-то моменты там, где били несколько раз, отбил, ну, так, как и должен в Италии. Я думаю, что все нормально. Первые минуты всегда тяжело и волнение присутствовало. Потом вошел так постепенно, пару раз сыграл нормально и постепенно вошел в игру. Никакого ни мандража, ничего такого не было? Нет, не было нормально. Сначала чуть-чуть так потрусило, а потом уже вспомнил, как оно и нормально пошло. Ну и для любителей искать изюминку в каждом матче. Для Евгения эта игра стала дебютной игрой в официальных матчах на нашем новом стадионе. Первой за почти двухлетнюю его историю. Узнал сегодня с утра, когда на теории объявили состав, а так ничего не было известно до последнего. Сегодня была теория, назвали состав, сказали, что не волновался и сыграл, в принципе. Как ты, первые твои мысли, обрадовался или заволновался все-таки? Я очень сильно обрадовался, во-первых, потому что я первый раз на стадионе, вообще официальная игра моя. И очень обрадовался, потому что ждал очень долго и хотелось сыграть на нем. И нормально все получилось. Выиграли. Самое главное, что выиграли и три очка добыли. Молодежный состав набрал первые три очка. Можно было бы покуражиться, написать о том, что одержана первая крупная победа со счетом 3-0, о том, что впервые не пропустили. Но издеваться над слабыми это некрасиво, потому как очки набраны после того, как не приехал на игру молодежный состав киевского арсенала. А то неизвестно бы, как все получилось. В итоге зрители, пришедшие на трибун, стали свидетелями того, как футболисты и судьи постояли-постояли, а потом сыграли двусторонку. Команда синих, условно первый состав под руководством Виктора Гришко, проиграла команде белых, условно второй состав под руководством Александра Спицына. Счет 4-3, кстати, отражает расклад сил на поле. И среди болельщиков эта игра вызвала очень большие споры о будущем нашей молодежки, о необходимости внесения изменений в тренировочный и руководящий процесс. В любом случае, все эти вопросы решаться будут на уровне руководства. Пока послушаем мнение главного тренера Черноморца Романа Григорчука о процессах в слабейшей на сегодняшний день команде первенства Ю-21 Украины. Главное то, как там растут футболисты. Мы понимаем, что нужно, во-первых, тут есть и сама работа, и подбор, отбор и так дальше. Все вещи, которые, ну, в любом случае мы не должны вот с тренеров спрашивать, что вот проиграли там или что-то такое. Нет. Тут надо понимать динамику прогресса футболистов. И это самый главный критерий. А вот эту динамику вы видите сейчас? Ну, честно говоря, я не вижу, потому что сейчас вы сказали, что я смотрел 2 минуты и все. Я смотрел, скажем, наверное, с десяток таких эпизодов по несколько минут. Но, во-первых, я не вижу страсти. Да, это такое условие, вот любви к футболу, это то первое условие, да. Если его нет, то дальше нечего говорить. Если я вижу, что, ну, людям, многим даже неинтересно это двух сторон. Ну, что тогда на них смотреть? Я и так их всех знаю, потому что мы время от времени мы берем с первой командой тренировать и все такое. Они все на виду, у нас ничего не уходит от нас. Мы информацию имеем, потому что это в наших интересах. Мы хотим быстрее людей подтягивать. Да, так что главное все должны понимать. Тренер молодежных команд – это учитель. Человек должен научить всему футболисту. И воспитать, да, а не биться за результат. Снежные волки уже в Одессе. В смысле, с Кандербео и с Корчи. Соперник черноморца по Лиге Европы прибыл в Одессу скромно, без пафоса, на обычном рейсовом самолете из Стамбула. И выходили из аэропорта футболисты в потоке туристов. Разместились, кстати, албанцы в самом сердце Аркадии, в отеле «Морской». Там, где тихо, спокойно и уютно. Учитель. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что же нужно сделать и чего нельзя делать, чтобы считать себя европейским клубом и европейским стадионом Они очень улыбчивы, их презентация чем-то порой напоминала презентации представителей сетевого маркетинга Треугольнички, кружочки, призывы быть единой командой Зато потом 7 часов вокруг стадиона, где улыбчивость не мешала быть требовательным Осмотрено было все от поля до самой высшей точки стадиона Причем не просто осмотрено, но и ощупано, так сказать, все прошло через их руки Первоначальный диагноз, все вроде бы хорошо, но окончательно нас известят письменно Так у них принято улыбаться и писать, писать, писать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok